Вы знаете, я приведу вот одну параллель. Я в последнее время запросил для этого материалы, чтобы не выглядеть каким-то абсолютно дилетантом или человеком, который поддался советской пропаганде в свое время. Некоторые из политиков, так называемых, которые сегодня около власти и у власти в Украине, называют себя наследниками Бандеры, УНАУНСО, УПА, Украинской повстанческой армии, организаций украинских националистов, которые действовали до революции. Вообще, оказывается, они были созданы, эти ячейки, организации украинских националистов, а затем боевой отряд УПА, повстанческая армия, в 1929 году на Полесье, украинском Полесье, на севере, украинского Полесье. Затем они распространили свое влияние на все Полесье, и к концу войны уже боевиков этой организации, оказывается, у нас действовало до 15 тысяч. Это уже приличная армия, и не одна. Как они себя вели, вы тоже знаете, я приведу только один пример. Хатынь. Да, в советские времена это не принято было обсуждать, исследовать, кто там как-то, но потом-то мы разобрались, что грязными делами, и не только в Хатыни, занимались представители вот этих повстанцев, которые были в свое время сформированы на Украине. Они сожгли немало людей наших, в том числе и Хатынь, на территории Беларуси, и не только, наверное, и Украине хватило. Но больше всего они бесчинствовали на территории Беларуси. И ликвидировали это отребье, оказывается, только в 50-х годах, 52-й, по-моему, 53-й год, последних убрали, которые действовали на Полесье уже как одиночки. Они уничтожили тысячи наших людей. Скажите, есть ли люди, которые сегодня во власти в Украине ассоциируют себя с этими нелюдями? Какое у нас у белорусов должно быть к этому отношение? Да не только белорусов. Соответствующее. Хатынь. Так совпало, на этой неделе Беларусь вспоминала печальную дату. Забыть ее народу не позволяет ни память, ни совесть. 71 год назад произошла здесь одна из страшнейших трагедий 20-го века. Каратели сожгли деревню и не жалели ни стариков, ни женщин, ни детей. И уже неоспорим факт. В этих зверствах участвовала украинская повстанческая армия и украинские полицейские батальоны. В архивных документах свидетельства о зверствах и во время, и уже после войны. Примеров можно приводить много. Все эти истории наполнены жестокостью, цинизмом и бесчеловечностью. Только в Хатыни согнаны в сарай были 149 человек. Расстреляны, сожжены. Деревня полностью уничтожена. Хатыни стала единственной в списке заслуг УПА. Их зверство помнит земля по всей Беларуси. Они расправлялись с евреями. Это окрестностей Минска. И расстрел пяти сотен человек. Расстреливали также военнопленных, убивая до ста человек в день. Их называли машинами-душегубками. Они с удовольствием позировали перед фотокамерами. А сегодня их последователи пытаются установить свой порядок.